Начинается второй тайм. Стартовый состав нашей команды Карпетян, Холкин, Тихонов, Тимофей, Гайзидинов, Загайнов, Сарваров и на воротах выходит Зуев. Сарваров Тимур получил маленькую травму. Его сейчас поменяют, отдышатся. Столкновение. На поле появился Кульбарисов. Смотрю на скамейке с Тимуром все нормально. Сейчас отдохнет, отдышится. Карпетян. Отличная передача на Загайнов. Загайнов играет Гайзидиновым. Прострел. Карапетян перехват и сам вперед. Кульбарисов. Карпетян накрывает удар. Вместо Тихонову появляется Шакиров. Шакиров с Кульбарисовым. Отлично отработали. Кульбарисов. Убирает на замахе. Шакиров. Не стал Шакиров бить. Он решил его как в бильярде закатить тихонечко в лузу. Кульбарисов. Шакиров. Холкин. Кульбарисов. разбегается и зарабатывает угловой загайнов пойдет подавать подача карпетян удар и карпетян слету отлично исполнил сейчас карпетян слету удар и забивает гол счет матча становится 51 надо отметить кульбарисова который в предыдущем моменте не выключился поборолся заработал угловой после чего карпетян забил гол а Зуев. Газединов с мячом. Центр на Загайнова. Загайнов сохраняет. Загайнов сам же исправил свою ошибку. Не точные передачи. Карапетян сохраняет мяч. Зуев. Опять успокоилась у нас игра. Загайнов побежал вперед. Кульборисов. Вместо Шакирова на поле появляется наборщиков. Вместо Кульборисова появляется Гатаулин. Карапетян назад. Отлично. Карапетян увидел Гатаулина. Гатаулина обыгрывает. Сокращают угол. Холкин. Холкин. К сожалению, тут с интернетом проблемы. Периодически выбивает почему-то трансляции. За время, пока трансляции не было, команда Строитель забила еще один гол. К сожалению, не могу сказать, кто был автором. Там была серия рикошетов. Еще от матча уже 6-1 в пользу команды Строитель. Возможно, автором гола является наборщиков. Но я в этом не уверен. Отлично. Вышел. Вперед. Я вновь присоединившихся. Повторю информацию. За время, пока трансляцию перезагружали, команда Строитель забила. Еще один гол. Счет в матче 6-1. И в параллельном матче в финале, пока Октюба громит КамАЗ. Судя по возгласам болельщиков команды Октюба. Холкин сам должен Холкин убегать. Гатаулин. Обманное движение. Не поняли сейчас друг друга наборщиков с Гатаулиным. В результате потеряли мяч. И Тихонов Егор делает сильный прострел. Опять успокаивает игру. Тихонов. Вместо Загайного на поле появляется Краснов. Чугунов. Вместо Холкина появляется Чугунов. Наборщиков. Чугунов. Стеной встал. Карапетян в край. Наборщиков. Тихонов Егор оказался как-то в центре Не успел, он на свой фланг вернулся, чтобы оставить мяч в игре Чугунал с мячом Надо поднять голову, посмотреть Что-то у нас сегодня с трансляциями прям вылетает и вылетает, и вылетает прямо в самый ненужный момент Пока трансляцию опять перезагружали, команда КамАЗа отыграла еще один мяч Счет в матче 6-2 Или 5-2, я уже запутался, честно говоря Вместо Гатаулина на поле появляется Сарваров Сильный удар Корпетян оставляет мяч в игре Чугунов Отлично Еще раз прошу прощения, что прерываются трансляции Пока трансляция прерывалась, команда КамАЗ, повторюсь, отыгралась еще один мяч На поле появился Юман Гулов КамАЗ Вместо наборщиков на поле появляется Загайнов Нет, мяч не вышел, остановился Чугунов думал, что все-таки мяч выкатится Был вынужден просто ваут выбивать Чугунов И Зуев вступает в игру Краснов, выход 1 на 1 Удар И гол забивает Краснов Максим Отличная передача Выход 1 на 1 Восстанавливает свое преимущество команда строитель Опять Краснов Карапетян Судя фиксирует аут Вместо им Монголов на поле появляется Гайзидинов Сильный удар выше ворот Удар выше ворот Не бегите, не бегите Газидинов удар И рядом со штангой В притирку проходит мяч В команде КамАЗ замена В команде Строитель также замена На поле появляется вместо Краснова Шакиров Загайнов Чугунов Карапетян Обратно Чугунов Сарваров Загайнов Карапетян с мячом Чугунов И судья фиксирует, что это толчок Ну, такой спорный толчок, конечно Сравнивает габариты нашего Чугунова И игрока КамАЗа По-моему, он просто сам как Горох от стенки отлетел Но судья назначает Показывает, что по свистку Как-то не совсем понятно Как Зуев выставил стенку Не услышала, видимо, стенка Зуева Но, тем не менее Удар выше ворот Чугунов Зуев должен вступить в борьбу Да, Зуев вступает в игру И все, матч заканчивается Поздравляем наших ребят С третьим местом В открытом Кубке Нижнекамска Субтитры создавал DimaTorzok